Приветствую вас, мои дорогие подписчики, поклонники, почитатели и кто вы там еще, может быть гости даже случайные, случайно проходили, мимо проходили. Рада всех вас видеть и хочу вам рассказать сегодняшние свои новости. Сегодня я пришла на работу с утра, второй день. И это было неожиданно, мягко говоря, это было неожиданно, потому что мне вручили совковую лопату и сказали вперед из песней. И отправили нас грузить в тачку, целую машину всяких отходов от дорожно-строительных работ. Там всякая кружка асфальта, щебень какой-то, в смеси с этим всяким песком, землей, ну все такое, в общем, неприятное всякое. Но, к счастью, я все время боюсь облажаться на этой работе, поскольку я вроде как выступаю как работник умственного труда по жизни, но физическая работа мне не чужда. Я живу в частном доме и уже третье лето сама обрабатываю огород, простите, пять соток, ну с помощью там некоторых людей, иногда там кого-то, да, прошу брата, там что-то вспахать, может могу. А так, в принципе, сама справляюсь. И плюс у меня еще печное отопление и две машины дров, нанять людей попилить, а потом самой их перетаскать тачкой сложить. И плюс я вам еще кино снимала двухсерийное, как я компост весной по огороду развозила, еще там такое резюме было, что мне матка в трусы чуть не высыпалась и вообще чуть не сложилось, все. Так что меня этой работой, в принципе, не напугали. Но я всегда боялась ударить грязь лицом на этой работе, потому что думаю, ну там все люди такие будут, это, рабочий класс, как бы, да, а я тут типа какая-то интеллигенция там, это, с опытом руководства, нафиг ты тут такая, в общем, хоть бы морду не набили. И, ну, все проходит чудесно, мне нравится, как ко мне относятся, ко мне как-то так хорошо, позитивно все относятся, с уважением. Очень приятно это, дружелюбно как-то, знаете, как-то так люди смотрят, я вижу, что я им нравлюсь. Это я прям не знаю, неожиданно самой, на самом деле. Да, это классно, это так классно, это здорово. Да, люди, я вас люблю еще. Не разучилась. И это меня радует. Ладно, давайте ближе к делу, вечер короткий, свет далее на 2 часа. Вот ты приходишь, блин, в обед света нет, утром просыпаешься, света нет, не могу себе ни прическу уложить, как положено, пеном воспользоваться, ни воду подогреть, вот, и хоть бы успеть за это время, за вечер записать мастер-класс. Вот, я собираюсь вам показать, как плести вот эти вот милые цветочки, звездчатый форм, вообще такие пятилепестковые, видите, какая красота. И, может, даже успею вам показать, как собрать вот такое колечко чудесное. Вот я его одела. У меня с ними вообще интересных историй очень много. Эти колечки я таки продавала, видите, и они как-то даже успехом пользовались. Нравятся они такие людям. На самом деле они вот на металлической основе, хорошая качественная основа. Я брала еще у поставщика, очень надежно в Харькове, он хорошей качественной фурнитурой торговал. И вот тут вот в этом цветочке, в этом колечке, помимо цветочков, которые собираюсь вас сегодня научить плести, еще есть и всякого рода бусинки, и даже самоцветы натуральные. Вот, по-моему, это агата крашеная, такой ярко-ярко-розовая. И синтетический кошачий глаз, бусинки чудесные. В общем, сейчас займемся, и надо все успеть мне за два часа снять, показать вам. Поэтому я очень тороплюсь и чуть не забыла вас в очередной раз попросить, пожалуйста, если вам все нравится, что я делаю, пишите комментарии. Я с удовольствием читаю. Я обожаю читать ваши добрые, такие чувственные, эмпатичные такие комментарии. Как вы мне все проявляете свою вот эту вот эмпатию, симпатию. Это так приятно, люди мои дорогие. Я вас люблю, еще раз вам скажу. И, конечно, ставьте лайки, само собой, и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Я очень надеюсь, когда мой YouTube монетизирует, я снова вернусь к каким-то крупным проектам. Буду снимать и показывать какие-то серьезные такие работы. И вы их не бойтесь, пожалуйста. У нас все с вами получится. Мы все люди, и, как говорил мой отец, не боги горшки обжигают. Так что, мои хорошие, будем пробовать. Давайте. Давайте начнем плести вот эти нежные цветочки. Пятилепестковые такие звездочки. Здесь мы будем комбинировать техники плетения мозаики. И подплетать бисеринки в технике дебеле. Вот тут вот на краю лепестка это должно быть заметно. Сейчас попробую увеличить. И хочу еще сказать, его высоту тоже можно регулировать. Он может быть с более глубокой, высокой такой чашечкой, удлиненной сюда в размере. Сейчас вы увидите принцип плетения и все сами поймете. Привязываем на конец нити одну бисеринку. И набираем на иголку еще 4. Получаем 5 бисерин. Далее. Иголочкой проходим. Пропускаем 2, проходим в третью. Иголочку нанизываем еще одну. И проходим иголочкой в самую первую. Вот такую фигурку. Далее набираем 2 бисеринки. Я взяла отличительного цвета. Прозрачные будут. На иглу. И иголочку заводим вот в эту бисеринку. Вот так. Набираем на иглу еще 2 бисеринки. Иголочку заводим в одну прозрачную вот сбоку. Такая фигурка у нас получается. Набираем еще одну на иглу. Иголочку вводим вот в эту бисеринку. Вот так. Набираем 3 бисеринки на иглу. Пропускаем 2 последние набранные. И возвращаемся в третью иголочкой. Притягиваем все это к плетению. Получаем вот такую вот фигурку. Набираем еще одну бисеринку на иглу. Иголочку вводим вот в эту бисеринку. Притягиваем все. Получаем вот такую фигурку. Снова набираем 2 прозрачные бисерины. И повторяем все шаг за шагом. Как уже начинали с момента нанизывания прозрачных бисерин в предыдущий раз. То есть заводим их вот сюда. Проходим. Дальше набираем 2 и заводим иглу сюда. Сбираем одну еще на иглу и сюда проходим. Получаем вот такие. Каждая вот эта загогулинка. Вот одна. Вот вторая. И вот мы начинаем третью. Это является лепесток вертикальный. Мы уже повторяем рапорт. Вы должны понять. Мы должны набрать их 5 в ряду. И потом мы их замкнем в круг. И у нас образуется чашечка цветка. Когда? Будем иметь вот такую конструкцию. Обратите внимание. Здесь 5 зачатков лепестков. Вот первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Ниточка выходит. Обратите внимание. Откуда? Вот мы последние 2 прозрачные нанизали и вывели иголочку. Что делаем? Одну вот такую бисеринку на иглу. А иголочку вводим в начало плетения. В противоположный конец. Видите? Как бы собираем в чашечку. Вот в эту бисерину. Пока, конечно, это трудно увидеть в нем форму звезды. Но скоро увидите. Вот у нас место соединения. Видите? Пытаюсь вам его снять крупно. Чтобы вы поняли, куда мы зашли. А дальше вводим... Вот отсюда у нас выходит иголочка. А дальше вводим ее вот в эту соседнюю прозрачную бисеринку. И снова стягиваем все. Вот такое получаем. Теперь обратите внимание. Вот если перевернуть вот так вот вниз, мы в основании увидим 5 прозрачных бисерин. В основании круга. В основании фигуры. Вот эти 5 прозрачных бисерин нужно между собой замкнуть в кольцо. Пройтись иголочкой сквозь них. Для того, чтобы собрать в одну точку и соединить, и замкнуть. Это будет основание цветка. Донышко нашей чашечки. И вот я их собираю. Собираю. И еще. И еще раз пройду. Сюда. И вот еще замкну. Все. Стянула. Переворачиваем вот так. И что мы видим? Мы видим начало нашего будущего цветка. Теперь из серединки мне нужно продвинуться в самый верх. Вот к лепестку. Вот это назовем лепестком. Две бисеринки, торчащие, возвышающиеся над чашечкой. Это наш намеченный лепесток. Обращаю ваше внимание. Вот я выбралась иголкой. Поднялась на вершину этого лепестка. И нанизала две бисеринки на иглу. Теперь мы будем удлинять наш лепесток таким образом. Вот из этой бусинки выходит иголочка. Вот нитка у меня на ногтике. А в соседнюю входит. Приплетаем вот так вот две бисеринки на лепесток. И снова в соседнюю выводим через две бисеринки на верхушку. Получаем вот такую верхушку. Одну бисеринку на иглу. И вот эту верхушку обозначим прям такую вот звездочку сделаем. Выводим сюда. Значит, нанизываем одну бисеринку на иглу. И заводим иголочку вот в эту бисеринку. Видите? И вот так вот притягиваем. И снова нанизываем одну бисеринку. А иголочкой проходим вот сюда. В верхний ряд. Притягиваем. И что делаем дальше? Мы вошли во второй лепесток. И снова нанизываем две бисеринки на иглу. А иголочку вводим в соседнюю бисеринку лепестка. Поворачиваем вверх. И снова проходим рядом в две бисеринки наверх. Добавляем одну бисеринку на иглу. И формируем верхушечку вот так вот, проводя сквозь две соседние. Нанизываем еще одну бисеринку на иглу. И заводим эту бисеринку вот сюда. Притягиваем. Далее переходим к третьему лепестку. Для этого нанизываем одну бисеринку на иглу. И входим вот в эту бусинку, бисеринку наверхушечку. Вот так притягиваем. На иголочку добавляем две бисеринки. И вводим вот в эту соседнюю. Приплетаем. Выводим иголочку вот в эти две. Поднимаемся вверх. Набираем еще одну. И формируем край лепестка уголок. Заводим иголочку вот сюда. Снова нанизываем одну бисеринку. А иголочку вводим вот в эту. Вот так. И еще одну бисеринку нанизываем. А иголочку выводим в край четвертого лепестка. Так. Сейчас прибавим парочку. Приплетем сюда сверху. Вот я приплела парочку. И поднимаюсь наверх. И нанизав еще одну бисеринку, формируем верхушечку, край лепестка. Получили четыре лепесточка уже. Видите как. Снова набрали одну бисеринку. Вошли иголочкой вот в эту вертикальную. Итак, четвертый лепесток мы всплели по аналогии с предыдущими. И подходя к пятому, замыкаем круг, нанизав одну бисеринку. И пройдя сквозь вот эти две бисерины лепестка. Все. Мы получили вот такую звездочку. Вот такой вот звездчатый цветочек. Сейчас я ниткой проберусь до начала. Иголкой пройдусь сквозь все бисеринки до начала плетения, чтобы соединить с концом нитки. И завязать узелок. Колечко, пожалуй, мы будем делать в следующей части. А пока нам нужно сплести три таких цветка для нашего будущего колечка. Вот такая звездочка любопытная. И вот она снизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok